Мы в большинстве все родом из советского детства. Многие из нас были комсомольцы, пионеры, кто-то успел побывать в коммунистах. Мы познали реальность жизни без Слова Божьего. И сейчас, к сожалению, очень многое в нашем обществе еще идет по инерции жизни без Слова Божьего. Хотя, конечно, это и есть задача Церкви номер один – привить людям Слово. Слово, которое не просто является суммой букв, а Слово, которое воплотилось, Слово, которое живет среди нас, Слово, которым мы причащаемся каждый раз во время причастия, во время Евхаристии. Слово, которое не просто какой-то оторванный от жизни элемент, а Слово, которое за нашу жизнь претерпело смерть, распятие. Слово, которое не просто какое-то сказочное явление, а Слово, которому мы не можем сказать «ты говоришь что-то совсем чужое для меня». Слово, которое опознало все глубины нашего сознания, все глубины нашего естества, воплотилось в личности Христа. Церковь четко нам формулирует понятие «Слово Божие, воплощенное во второй ипостаси» Христос, Бог наш. Начиная с советского времени, с советской действительности, где люди привыкали к тому, что слово «любовь» – это не какая-то божественная реальность, а где слово «любовь» – есть не что иное, как всплеск страсти, чувства, кипение крови. Помните, было и сейчас много используется такое выражение «жениться по любви». Как это – «жениться по любви»? Пришел, увидел – победил. Жениться по любви для Церкви – это очень неприемлемое явление. Потому что любовь, она как раз возникает тогда, когда между людьми проявляется божественное взаимоуважение. И семья, как продукт, появляется именно благодаря этой любви, а не каким-то чувствам «мужчина захотел женщину» или «женщина захотела мужчину». Это – страсть. Никакого отношения это к понятию «любовь» не имеет. Как мы можем тогда жениться по любви, если в Бог есть любовь? И видите, как очень четко и конкретно здесь чувствуется качество этого слова? Да, я уверен, что только когда в семье присутствует Бог, только тогда эта семья крепкая, сплоченная и выполняет все те функции, которые должна выполнять. В противном случае, если любовь – это просто закружилась голова, закипела кровь, сбилось дыхание, то эта семья подвержена очень многим нападкам со стороны внешнего вида. И если жизнь в такой семье не базируется на Слове Божьем, то, конечно, мы вспоминаем сразу притчу Христа о мудром домоуправителе, домостроителе, который построил свою жизнь на камне. Божественная литургия заканчивается всегда такими чудесными словами. Мы увидели истинный свет. Мы приняли Духа Небесного. Обратите внимание, не мы будем принимать. Сейчас пойдем и будем искать, как это сделать. А речь идет о том, что уже свершилось де-факто. Мы приняли Духа Небесного. Мы обрели истинную веру. Мы поклонились неразденькой Троице, которая нас спасла. Обратите внимание, как непривычно этот гимн, видев он свет истинный, приятный Духа Небесного, обритоком веры истинную, как он непривычно звучит по-русски. На современном языке и своей священнической деятельности я обратил внимание, что в большинстве своем люди не хотят вникать в эти песнопения. Они просто пролетели быстренько. А представляете, церковь вкладывая в нас эти чувства священник, когда заносит чашу после причастия. Раньше это пелось всем народом. «Светися, светися, Новый Иерусалиме! Слава Бога Господня на тебе, Россия! Ликуй ныне и веселись сегодня! Ты же чистая, просуйся, Богородица! Обоскание Рождества твоего!» Это девятый пермоз Пасхального канона. И также гимн, очень важный у Пасха Верии и Священнишей в Христе. Речь идет о том, чтобы оплатившееся Слово Божие приняло на себя всю эту богословскую нагрузку Спасителя, спасения и спасаемого в нашем лице. Можете себе представить? Каждый из нас выходит? Я в беседах с людьми очень часто видел, что некоторые даже не подразумевали этого. Они думали, что вот настало время задуматься, что надо спасаться, надо что-то придумывать, надо менять как-то жизнь. А нам дается Божественной Литургии как раз для того, чтобы мы в корне за один раз полностью изменились. Чтобы мы за один раз приняли то, что хочет нам преподнести Слово Божие. И я не случайно темой сегодняшней беседы взял тему Слово Божие, Священное Писание, как фундамент предания Церкви и благочестия христианина. Я хотел еще добавить бытового благочестия христианина. Это означает, что Слово Божие должно играть очень важную, основную роль не только в тот момент, когда мы заходим в храм, а везде, где бы мы ни были. Когда Христа спросили фарисея, подослав ему книжника, «Что для тебя самое главное в законе?» Они поставили себе цель искусить Христа, испытать Его. Может ли человек, который проповедует, имеет ли он компетенцию говорить о том, о чем он говорил? Это был своему роду такой академический экзамен. И когда книжник спросил Христа, «Что для тебя самое главное в законе?» «Что ответил Христа?» «Что ответил Христа?» «Возлюби Бога всем сердцем, всей душой, всеми мыслями, всеми силами твоими». Очень важный момент. Это Господь говорит, это прямая речь. Это цитата речи Бога. Мало человеку сказать, «Возлюби Бога». Человек скажет, «Хорошо, и пойдем». И от этого ничего не будет. Но эта завтрасть гласит конкретно. Эти слова, обратите внимание, не любовь, не чувства, не размышления, а именно эти слова, «Возлюби Бога всем сердцем, всей душой, всеми силами твоими». Они должны быть всегда в твоем сердце. А как это? Это означает, что эти слова мы постоянно должны произносить себе и осознавать, что Слово Божие есть не что иное, как источник любви к Богу. И любовь к Богу становится в нашей жизни источником воплощенного Слова Божьего. И по-другому быть не может. Недостаточно прочитать эти слова, и все. Именно эти слова мы должны принять как эталон Слова Божьего по направлению от нас к Богу. И обратите внимание, дальше этот текст говорит. И внушай эти слова детям твоим. «И говори об них, сидя в доме твоем и идя дорогою вне дома. И когда ты ложишься, и когда ты встаешь».